Бизнес и закон. Представители власти и малые предприниматели собрались сегодня за столом переговоров, чтобы обсудить вопросы сотрудничества. В непростое для экономики страны время очень важно держаться вместе. Вете предпринимателей и представителей власти общие интересы, подчеркну глава Чувашии. Отношения между сторонами должны быть в первую очередь честными. Очень важно, чтобы все выполняли взятые на себя обязательства. Очевидно, будут ужесточаться меры к должникам, по отдельным территориям это имеется, к тем, кто вовремя не платит налоги и плату за аренду государственной или муниципальной имущества. Будут ужесточаться меры к тем, кто занижает фонд оплаты труда и выдаёт заработную плату в обход закона по серым схемам. Я уверен, что честные и ответственные предприниматели малого и среднего бизнеса как нас поддерживали, так и будут поддерживать. Государство, в свою очередь, будет оказывать необходимое содействие всем, кто работает прозрачно и добросовестно. Оказывают поддержку малому и среднему предпринимательству и банке республики. Декабрьский скачок ставок удалось снизить. Рынок снизился ощутимо. Теперь наши ставки, если малый бизнес взять, то это на уровне 20-25. В этих пределах мы готовы кредитоваться. И всё же проблемы существуют. Многие предприниматели жалуются на чересчур длительное рассмотрение кредитных заявок. Кого-то не устраивает сумма налоговых сборов. По словам одного из предпринимателей, бизнес держится на четырёх китах. И самое главное – не нарушать этот привычный уклад. Платёжеспособность населения и спрос на продукцию малого бизнеса со стороны другого бизнеса, первую очередь крупного. Второе – это такой нормальный, не сильный налоговый пресс. Мы понимаем, что налоги надо платить, чтобы он был разумным. Наконец, доступ к ресурсам финансовым по разумным ценам и по разумным срокам. Ну и, наконец, административные барьеры, которые бы хотели, они всегда есть, да? Ну, чтобы они как-то поменьше были. Диалог предпринимателей и представителей власти состоялся. Мы, наконец-то, научились друг друга не только слушать, но и слышать, резюмировал Михаил Игнатьев. Главное – не останавливаться на достигнутом и не закрывать глаза на проблемы, которые ещё остаются. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика.